МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. 92,35% голосов за действующего президента. Избиратели еврейской автономной области продемонстрировали высокую активность на выборах главы государства. Показатели автономии лучшие на Дальнем Востоке. Отметили лучших день работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства отпраздновали в ЯО. Попрощались зимой. 5 тысяч блинов испекли на площади Ленина во время празднования Масленицы в Биробиджане. Активный отдых в выходные. В России мэрия города и Федерация футбола ЯО собрали любителей самой популярной игры с мячом на турнир выходного дня. Высокий уровень организации выборов, их прозрачность и абсолютная легитимность результатов – главные характеристики минувшей избирательной кампании на Дальнем Востоке. Это отмечают федеральные эксперты. Это было заметно по оживлению на избирательных участках. Трехдневное голосование обеспечило гражданам возможность в удобное для них время исполнить свой гражданский долг. Очень многие жители области предпочли сделать это еще в первый день голосования. Нередко взрослые приходят к урнам вместе с детьми. Как не проголосовать за президента – это наша страна, наш выбор. Поэтому я считаю, что это наш долг. В первый день это, мне кажется, самый правильный выбор. Зачем откладывать на потом? Также в первый день голосования приняли участие в выборах президента-губернатор области Ростислав Гольштейн. Сделал он это в свой день рождения. По его словам, выборы дают возможность гражданам продемонстрировать единство страны. Сегодня поистине историческое событие. Сегодня выборы президента Российской Федерации проходят в очень непростых условиях, в условиях специальной военной операции. Наши ребята одерживают победу на всех фронтах. И нам тоже нужно одержать победу на этих выборах. У нас один президент, у нас одна страна. И только вместе мы сможем преодолеть все препятствия, которые западные страны ставят на нашем пути. Об особом эмоциональном подъеме участников выборов говорили на всех избирательных участках. Напряженным стало утро первого дня голосования на избирательном участке номер 17 имени Героя России Жоржа Коваля. Здесь отметили очень высокую активность избирателей. Этот участок выбрали для голосования и сотрудники медиахолдинга «Риабиробиджан». Чтобы проголосовать командой на одном участке, многие воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». Члены УИК с пониманием отнеслись к своеобразному флешмобу журналистов. Здесь же на этом участке голосовал и спикер регионального парламента Роман Бойко. Сегодня исторический момент. Мы участвуем в выборах президента. Решается будущее страны. Как мы будем жить, как будет жить Россия. Полпредпрезидентов ДФО Юрий Труднев принял участие в голосовании в выборах президента Российской Федерации в Москве. Выходя с избирательного участка, он обратился к дальневосточникам с призывом идти на выборы. Президент России возглавляет исполнительную власть стран. Он определяет стратегию развития государства. Руководит всеми органами исполнительной власти. От его решений во многом зависит наша жизнь, во многом зависит жизнь наших детей. Поэтому, голосуя за президента, мы определяем будущее нашей страны, ее независимость, возможность говорить на родном языке, возможность развиваться, получать образование. Находящихся в разных регионах за тысячи километров друг от друга людей объединял единый настрой. К слову, показатель явки на прошлых выборах президента в 2024 году был превзойден еще к 11 часам 16 марта. Особую атмосферу подчеркнул тот факт, что сразу несколько пар молодоженов ЯО решили приурочить первый личный семейный праздник именно к выборам. К примеру, Екатерина и Сергей Батальцевы посетили участок сразу после регистрации. Ребят здесь уже ждали. Во всей души вас поздравляю за то, что вы сделали свой гражданский долг и сделали свой выбор. Удачи вам, здоровья, чтобы было все хорошо. А это вам небольшой подарок от нас. Спасибо большое. Совет вам на любовь, полнотажа. На избирательном участке новобрачных встретили теплыми поздравлениями председатель избирательной комиссии ЯО Ольга Бабий и члены УИК. Кстати, Екатерина голосовала на выборах впервые. А вот для семьи Акимовых визит на избирательный участок далеко не первый, а можно сказать, семейная традиция. С самого детства осталась привычка, когда еще был маленький. Мой дед меня всегда брал с собой и вел на выборы. И это был праздник, действительно праздник. Это была гражданская позиция, это было всегда. И сегодня каждый человек должен проголосовать. Не важно, за кого у каждого свои предпочтения, но проголосовать должен каждый. Ведь это наш общий гражданский долг. Сегодня страна едина в своем порыве. Сегодня страна едина в своем патриотизме. Поэтому мы все должны отдать свой голос. Наша страна должна получить сильного лидера, сильного президента. Сами избиратели отмечали приветливую и радушную обстановку на участках. Те, кто не смог посетить помещение для голосования, исполнили свой гражданский долг на дому. Такую форму голосования выбрали около 24,5 тысяч жителей области. Комиссии сделали все, чтобы отдать свой голос за президента смог каждый. В том числе УИК посетила и следственный изолятор, где обвиняемые и подозреваемые в совершении преступления, но не лишенные избирательного права граждане, смогли проголосовать вместе со своей страной. За соблюдением процедуры следила уполномоченный по правам человека в ЯО Любовь Павлова. Никаких нарушений она не зафиксировала. Выборы президента, мы выбираем национального лидера, мы выбираем государство. Во-первых, сегодня вообще какое-то такое трепетное отношение к своему выбору. Я хочу быть активным гражданином, поэтому прежде всего моя активность и проявляется в выборе главы государства. Участки для голосования закрылись ровно в 20.00 17 марта. И первые результаты появились через 15 минут. Практически сразу стал понятен настрой и выбор избирателей области. С каждым новым протоколом голосования росло число сторонников действующего президента страны. А утром 18 марта стало ясно, что ЯО показывает самую высокую на Дальнем Востоке явку – 91,75% и очень высокий уровень поддержки Владимира Путина – 92,35%. Окончательные итоги голосования подвели на заседании областного избиркома. Члены комиссии проголосовали единогласно за подведение итогов по выборам президента Российской Федерации на территории Еврейской автономной области. Приняли участие у нас 116 680 граждан Еврейской автономной области. Это 91,75% явка. Голоса распределились следующим образом. Тованков Владислав Андреевич – 1484, это 1,39%. Путин Владимир Владимирович – 98,865 голосов – это 92,35%. Слудский Леонид Эдуардович – 2177, это 2,03%. Харитонов Николай Михайлович – 3393, это 3,17%. Глава избиркома отметила большое количество наблюдателей на выборах. Около 500 человек на 163 участках следили за соблюдением норм избирательного права и прав граждан. О четком соблюдении всех регламентов говорит тот факт, что за время кампании в избирательной комиссии не поступило ни одной жалобы. Завершившиеся выборы президента в автономии уже признаются экспертами как самые успешные в политической истории региона. Вячеслав Пасманик, Константин Земляникин, Богдан Патрин, Павел Славин, Денис Листюхин. Новости 21. Сотрудников сферы ЖКХ и АО чествовали в Биробиджане в преддверии Дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Праздничное мероприятие, которое прошло в городском дворце культуры, собрало большое количество представителей коммунальных служб. И сразу несколько десятков из них отметили грамотами, благодарностями и другими наградами. Коммунальное хозяйство по востребованности стоит в одном ряду с услугами транспорта. То есть оно самое востребованное в Российской Федерации. Главный судья, он же прокурор, для нас является население, люди, ради которых мы все с вами работаем. Присоединились к поздравлению коммунальщиков депутат Государственной Думы от ЕО Александр Петров и сенатор Юрий Валяев. Они также поблагодарили собравшихся и отметили их незаменимый вклад в обеспечение комфортных условий жизни людей. Я как житель 40 лет Победы с улицы могу точно сказать, там чисто, там тепло, там уютно. И вам огромное спасибо всем за этот труд, который заметим. Искренне от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Счастья вам, здоровья и благополучия во всем. Изначально профессиональный праздник коммунальщики делили с работниками торговли. Но с 1988 года он значится в календаре как День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. И отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. Андрей Кирюшин, Кирилл Цирульников, Новости 21. Масштабными гуляниями на главной площади ЯО закончилась масляничная неделя в автономии. Благодаря совместным усилиям правительства области и мэрии Биробиджана удалось провести по-настоящему веселый весенний праздник. Счастливые лица горожан, конкурсы, песни и пляски возвещали об официальном приходе весны. Праздник – это русский народный наш праздник, традиция, всем весело, все здорово. С новой весной! Масленица – настоящий семейный праздник, а завершением недели является прощенное воскресенье, в которое просто необходимо собраться дружной компанией с близкими и друзьями. Объединившись с предпринимательским сообществом и учебными заведениями города и области, для любителей традиционного масленичного блюда изготовили 5000 блинов, которые раздавали совершенно бесплатно. Масленица для нас для всех традиционный русский праздник, который мы знаем с малых лет, с нашего детства. Мы всегда на этот праздник ходим и обязательно всегда пророжаем зиму и встречаем весну. И по традиции всегда это все заканчивается сожжением чучела. В обязательном порядке всегда мы печем блины на масленицу. В палатках, расставленных по периметру площади, блины пекли в режиме нон-стоп, присоединились к общему празднику и члены регионального правительства, для которых праздник Масленицы также наполнен теплом и радостью. Приход весны, разумеется, семья, блины, как без них. Я постараюсь сейчас всех накормить желающих. Но праздник подходит к концу, как и затянувшаяся зима, точку в которой вновь ставит добрая традиция сжигания чучела. Трехметровая кукла ярко вспыхнула на набережной реки Бера. Теперь весна в Биробиджане наступит официально. Вячеслав Пасманек, Денис Листюхин. Новости 21. В минувшие выходные на резервном поле стадиона «Дружба» прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд города. Участие в нем приняли шесть коллективов. Две команды выставил клуб «Альфа». Также на поле вышли «Ураган», «Омега», «Восток» и команда «ПГУ». Игры в формате два тайма по 15 минут прошли сразу на двух полях. Благо, что ранее очищенное от снега покрытие подсохло и создало безопасные условия для игры. Не охладил азарт спортсменов и пронизывающий холодный ветер. После зимы мы приняли решение провести выходные дни в активной форме. Поэтому организовали сегодня турнир такой. Мы и назвали его «Турнир выходного дня среди любительских команд». То есть здесь у нас принимает участие шесть команд. Участники отмечают, что игры шли и в зимний период. Но поклонники футбола соскучились по игре на привычном, пусть и искусственном покрытии. И многие рассматривают такие микросоревнования, как хорошую возможность оценить свою готовность к предстоящим серьезным турнирам. Футбол становится круглогодичным видом спорта. На этом турнире мы представлены двумя составами. Играем, тренируемся и ждем неформальную футбольную лигу. Кубок за победу в турнире разыграли в итоге «Ураган» и «Омега». Последняя и стала победителем соревнований, выиграв с минимальным преимуществом 1-0. Уже совсем скоро начнется серия календарных турниров, среди которых областная федерация предусмотрела и семейные соревнования. Константин Земляникин, Денис Листюхин. Новости 21. Субтитры создавал DimaTorzok